В середине 15 века произошло одно из самых трагических событий в тюркской истории. Легендарная Золотая Орда, которая на протяжении 300 лет держала в страхе всю Евразию от Китая до Франции, неожиданно распалась. Однако тюрки смогли сохранить контроль над бывшими землями Золотой Орды. Возникшие на месте Золотой Орды тюркские государства продолжали держать в страхе русские, европейские, китайские народы. И одним из мощных тюркских государств, которое появилось на месте Золотой Орды, стало Казанское ханство. И сегодняшнее мое видео посвящается тому, как же появилось Казанское ханство. Итак, начнем. В 1419 году ханом Золотой Орды становится человек, которого звали Мухаммед. Потомок 13-го сына Джучи Тукай-Тимура, Мухаммед вырос в Крыму. Повзрослев, Мухаммед решает вмешаться в борьбу за власть в Золотой Орде. И в 1419 году ему удается стать ханом Золотой Орды. С небольшими перерывами он сидел на ханском престоле до 1445 года. В истории он более известен под именем Ул-Мухаммед, то есть Великий Мухаммед. Сегодня русские историки активно пытаются показать Мухаммеда слабым правителям. А прозвище Ул-Великий он якобы получил, чтобы отличать его от других родственников, которые тоже носили имя Мухаммед. Однако это самая настоящая ложь. В годы правления Золотой Ордой Ул-Мухаммед пользовался огромным влиянием. С ним старались жить в мире, с ним старались дружить такие знаменитые правители, как литовский князь Витавт, османский султан Мурад II, египетский султан Барсбай, германский император Карл IV. Особо стоит подчеркнуть, что Ул-Мухаммеду платили огромную дань и продолжали получать ярлык на княжение почти все русские князья. Те русские города, которые отказывались платить дань, Ул-Мухаммед жестоко наказывал. Так, в 1430 году был разграблен Мценск. В 1439 году грабежу подверглись Коломна и Звенигород. В 1444 году Ул-Мухаммед наказал Нижний Новгород и Рязань. В 1431 году к хану Ул-Мухаммеду пришли за княжеским ярлыком сын Дмитрия Донского Юрий и внук Дмитрия Донского Василий. И Ул-Мухаммед назначил московским князем юного Василия, который дал обещание, что всегда будет рабом хана. Но, став правителем Москвы, Василий вскоре позабыл о своем обещании. Василий объединяет несколько русских княжеств и начинает открытую войну против Ул-Мухаммеда. Однако в сражении у города Белев в 1437 году и в сражении у города Суздаль в 1445 году русские войска были уничтожены Ул-Мухаммедом, а князь Василий даже попал в плен. Хан мог бы казнить лживого русского князя Василия, который нарушил данное обещание. Если бы это произошло, то русская история пошла бы совершенно по другому пути, ведь именно от этого князя Василия происходят почти все русские правители. Но хитрый русский князь Василий смог договориться с ханом Ул-Мухаммедом. Он не только пообещал ежегодно платить огромную дань, но и выделил сыну Ул-Мухаммеда, юному султану Касыму, большой кусок земли недалеко от Москвы. Впоследствии эта земля получила название Касымовское ханство и просуществовала до 1681 года. Вот таким могучим правителем был Ул-Мухаммед, которого боялись, которого уважали, с которым старались дружить. И кто знает, если бы Ул-Мухаммед остался бы на престоле Золотой Орды, вероятно, тюркская история пошла бы по-другому. Однако этого не произошло. В 1446 году против хана Ул-Мухаммеда объединяются потомки Тохтамыша и Едге. В борьбе с ними Ул-Мухаммед терпит поражение и отступает в Казань. Тут возникает вопрос, а почему хан Ул-Мухаммед ушел именно в Казань? Ответ самый простой. Город Казань считался летней резиденцией хана Золотой Орды. Поэтому Ул-Мухаммед, как хан Золотой Орды, просто отступил в свою летнюю столицу, чтобы передохнуть и собраться силами. Но по пути в Казань хан Ул-Мухаммед неожиданно заболел и скончался. А в Казань во главе армии Золотой Орды вошел его старший сын, которого звали Махмуд. Именно в Казани юный Махмуд провозглашает себя новым ханом Золотой Орды и начинает борьбу за объединение Золотой Орды. За очень короткое время Махмуд смог покорить Вятку, Удмуртов, ряд других соседних народов. Восточные границы его ханства достигают Урала. С 1446 года Махмуду платит дань Московское княжество. Но на этом все и заканчивается. Стать ханом всей Золотой Орды Махмуду не удается. Его преемники уже открыто называли себя правителями только Казанского государства. Особо стоит отметить, что сам Махмуд и все его преемники носили титул царь. Это отмечается уже в самих русских летописях. Например, в воскресенской летописи пишется, Царь Мамутяк Улы Магметов сын на Казани воцарился и оттален нача царство бытий Казанское. Другая летопись, которая называется Казанский летописец, пишет, «А казанцы из земли русской не уходили, а с царем и воеводами своими секли, как сады людей русских». Даже легендарный Иван Грозный в своих письмах писал, «Покорил я казанское ханство, в которых цари и стари велись, и место казанское было извечно царское». То есть Иван Грозный открыто признавал казанских правителей царями. Известный европейский путешественник Герберштейн в своей книге также писал, «Царь с земли Казанской может выставить войско в 30 тысяч человек». Также до нашего времени дошел ярлык казанского хана Сахиб-Кирея, который датируется 1523 годом. В самом конце этого ярлыка стоит красная ханская печать, внутри которой написаны следующие слова, «Могущественный царь, знаменитый великий завоеватель Сахиб-Кирей, пусть Бог вечно хранит его царствование». Таким образом мы с вами видим, что правители казанского государства действительно носили титул «царь», и это признавали все соседние народы и государства. Вот так на берегах Волги возникло большое, мощное, сильное тюркское государство, получившее название «Казанское ханство». И именно это казанское ханство на протяжении почти 100 лет до 1552 года сдерживало продвижение России на восток. И это тоже наша история, которую мы должны помнить и мы должны знать, что именно падение казанского ханства стало началом продвижения России на восток и стало началом трагедии тюркских народов.